Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео хочу обсудить с вами 12 каталог Фаберлик. Я планирую сделать небольшой заказ, но в зависимости от того, какие комментарии на продукты мне оставят под этим видео, возможно, мой заказ будет очень даже большим. Я поставила закладки. Вначале будут крутые шампуньки, про которые мне уже человек 10 написал. Я не буду покупать, потому что я считаю, что это дорого за тот объем, который они предлагают. И так как я не фанат корейской линейки Уфа Берлик, я считаю, что это весьма неудачный плагиат. И за эти деньги лучше купить настоящую корейскую косметику. Естественно, со скидками, потому что сейчас она на большинстве сайтов просто стоит каких-то баснословных денег. И то же самое я считаю про японские штуки для волос. Их можно с 50% скидкой покупать в Литуаль, например, Цубаки. Потом есть еще какая-то марка в Магнит Косметик даже продается. И, ну, просто за эти деньги я покупать не буду. Я подожду, когда будут различные скидки 50% и так далее. Приобрету, попробую и решу для себя, надо ли не надо. В принципе, средства для волос от Фаберлик, они мне подходят, но они не делают чудес. Поэтому я считаю, что как-то дороговато. И, ну, в общем, воздержусь я от новинок. У меня здесь прям закладок много стоит достаточно. Если видео покажется вам прерывистым, значит, я поставила паузу и пошла давать люлей коту. Все как обычно. Углядел я тут патчи за 1299 рублей. Охренел я от цены. Мне кажется, патчи уже во многих магазинах, как онлайн, так и оффлайн, можно купить в районе 700 рублей и не переплачивать. Даже со скидкой там 50% выходит 850 рублей. Я буду с удовольствием смотреть отзывы у тех девочек, которые приобретут эти патчи. Лично мне это просто один в один напоминает мои весьма любимые патчи с Алиэкспресс. Здесь просто цена-качество просто идеально сходится. Я покупала их на совместных закупках за 350 рублей. Если прям на Алике брать, то в районе 400 получится. Здесь все так же 30 пар. Есть все та же лопаточка. Ну, то есть, все в один в один. И переплачивать там в три раза дороже покупать вообще не хочется. Это новая упаковка. У меня здесь даже до сих пор вот эта пленочка лежит. И они мне нравятся. Они выравнивают кожу под глазами, убирают все вот эти мимические морщинки, которые из-за... не мимические, а из-за сухости, которые возникают. И в течение дня консилер очень хорошо лежит. Я довольна. Приятные патчики. Ну, просто все один в один выглядит. И такая цена, такая разница в цене. В общем, я решила, что я пока брать не буду. Посмотрим. Если прям какие-то заоблачные крутые будут отзывы и будут купоны 50%, то я их с удовольствием потрачу на них. Дальше, что еще будет из новинок? Это вот такая трехступенчатая программа, которая меня безумно заинтересовала. Это роллингель для лица, крем для сужения пор и маска для глубокого очищения. Роллингель для меня, ну, неинтересен, потому что, скорее всего, это будет типа пилинг-скатки. Я к ним равнодушна. У меня есть от Новосвит. И я считаю, что дороже брать не стоит. Марку Новосвит я очень обожаю. Уважаю, обожаю. И вот цена-качество там идеально соответствует. Здесь, я не знаю, 449 рублей. Но, опять-таки, нужно, наверное, отзывы все-таки смотреть. Крем для сужения пор. Это мне прям надо. У меня возле носа очень сильно расширены поры. И с ними сложно бороться в последнее время. И маска для глубокого очищения. Написано Clay. Скорее всего, будет глиняная. Мне надо. Я сразу решила, что мне надо. Скорее всего, вот эту трешку я возьму. Она обойдется мне 800 рублей. И это будет основная часть моего заказа, по сути. Увидела я тут новые помадки по 249 рублей. И так сильно они мне напомнили помады из вот этой линейки. Это абсолютный объем. Есть еще абсолютное увлажнение. И у меня вот тоже этот оттенок какой-то там сливовый. Здесь 44,77, а у меня 40,103. И он мне так нравится. Он такой красивенький. Его можно сделать полупрозрачным. Можно наслоить. Очень холодный. Какой-то... Я даже не знаю, как его описать. Коричнево... Ну, да, сливовый, наверное. Но здесь в коричневинку не слабо уходит. Холодный оттенок редко делают таким носибельным, красивым, достаточно ярким. Но при этом не броским. Я даже не знаю, как его обозначить. Но мне эта помадка очень нравится. У нее приятный аромат. И ощущается на губах, как бальзамчик. Ею довольна. Я получила ее рублей за 120. А вот здесь 249. Как бы не был тот же самый продукт. Просто чуть-чуть в измененной упаковке. И цена в полтора раза больше, как минимум. Я посматриваю все еще эти подводки. Сейчас активно пользуюсь коричневой. И на голую кожу прям совсем никак она у меня не идет. Чуть-чуть подсыхает. И все. Невозможно никак подправить. Предыдущий слой сдирается пленкой, когда новый пытаетесь нанести. И при этом плешиве. А вот когда поверх теней, то получается очень даже неплохо. Удобный фетровый кончик. Мне понравился просто оттенок изумрудный. Я уже у трех девочек видела. Он достаточно насыщенный. Потому что бывает, что цветные подводки делают какими-то полупрозрачными, невнятными. И под них в любом случае либо нужна рядышком черная стрелка основная. И цветная идет как акцент. Либо же как-то, не знаю, подложку делать достаточно темная. А здесь прям удачненькие оттенки. И возможно я приобрету. А может быть подожду опять-таки каких-то купонов. И возьму со скидкой. У меня спрашивали по поводу вот этого тона. У меня была неделя косметички Фаберли. Отзывы я тоже оставлю. Хочу сделать такой, грубо говоря, обзор всего, что у меня там было. И оставить свои отзывы после недели использования. По поводу вот этого тона. Я как-то, когда покупала, не обратила внимания, что написано матовый финиш. Я уже говорила в каком-то видео, что финиш не матовый, а естественный. И я все равно с собой соглашусь. Я не буду менять свое мнение. Матовый он может быть, если у вас совершенно нет ухода. Если вы на голую кожу наносите. Но как только я там схожу в магазин, тут 10 минут, у меня все равно лицо блестит. То есть вообще никак матовый финиш держаться не будет 100%. А если вы еще свой уход какой-нибудь увлажняющий или, не дай бог, питательный внутренний нанесете, то, в принципе, тон не будет матовым никогда. Даже если вы его припудриваете, он все равно достаточно быстро жирнится. У меня оттенок естественный бежевый. Это самый, наверное, удачный оттенок. Действительно нейтральный. Здесь есть золотистый, есть нейтральный розовый. И здесь, по сути, все три подтона, которые нужны. Мне не очень нравится аромат, но продукты с чайным деревом, ну, редко пахнут приятно. Давайте согласимся. И, ну, не знаю, я осталась им довольна, потому что он мне не подчеркивает шелушение, дает среднее покрытие, не подчеркивает мои расширенные поры. Я осталась вот действительно им довольна, но летом я им пользоваться не могу сейчас. У него довольно-таки слабая стойкость. Он быстро жирнится, все остается на маске. Мы на работе сидим в масках и просто хоть 10 масок в день меняет за 9 часов рабочих. В общем, не очень хороший вариант получился. И в косметичке недели я добавила все-таки тон корейский с хорошей стойкостью, который не так мажет. А вот этот я отложила, я всего лишь там пару дней, по-моему, смогла с ним походить. И то включая выходной день, когда мне не нужно было весь день сидеть в маске. Поэтому имейте в виду. Но продукт хорош, если не брать во внимание ту ситуацию, которая у нас сейчас происходит. И в каком виде мы находимся там в транспорте и так далее. Будут очень хорошие цены на помады. 169 рублей. У меня есть просто серии видео помад про Фаберлик. Отдельно я вам рассказывала про помады Бархатный сезон. Это мои самые любимые помадки. До сих пор я никуда не избавилась. У меня вот есть 5 оттенков. Из всех них я не люблю только один. И это оттенок чувственный бежевый. Потому что это цвет тональной основы. Я уже говорила, но я его оставила, чтобы как-то, может быть, градиент делать. На центр губ наносить, чтобы они пухлее казались. Очень мне нравится аромат. Тонко ложатся. И, ну, они самые прекрасные. Ссылку на это видео я оставлю. Несмотря на то, что у меня есть уже и помады МА. Какие-то прям дорогие. В Сен-Лоран. Вот эта помада для меня самая-самая крутая. Из всей моей линейки. Из всей моей коллекции. Там, наверное, помад 100 точно есть. И я посмотрю еще раз обзоры на вот эту помаду. У меня есть один оттенок. Я забыла какой. 40-735. Это карамельный. И она мне так понравилась. У нее действительно хорошая стойкость. Вы сможете спокойно перекусить, если не что-то жирное. И оттенок очень классный. Я выкладывала фото на губах в Инстаграм. И на губах моих смотрится светлее, чем на свочи. Это действительно так. Скорее всего, потому что у меня губы практически белые. Немного даже в голубой оттенок уходят. То есть, такой прям очень светлый цвет. Наверное, из-за этого еще и оттенок помады тоже может выглядеть по-разному. Мне нравится. Аромат ложится еще даже тоньше, чем бархатный сезон. И меня стойкость покорила. Можно спокойно в маске ходить. Я покупала еще сливочное пролине. Но он достаточно теплый почему-то на мне. При этом на сводчиках и на других девочках выглядит очень красиво. Я его подарила подруге. И она осталась очень довольна. Посмотрю на другие оттенки. Может быть, что-то захочу. Но вряд ли здесь темно-малиновый, темно-алый, таракотовый, розово-малиновый остался. И коралловый нют. Из всего этого меня пока таракотовый интересует. Остальные, скорее всего, точно не мое. У меня тут что-то все падает. Я голосую за новые оттенки. Хочется чего-нибудь, может быть, похолоднее. Что-то лиловое добавить. Надеюсь, Фоберлик нас услышит. Потому что знаю, что эти помадки очень многим нравятся. И 199 рублей. Это хорошая цена. Я брала, по-моему, подороже рублей. Либо 249, либо 279. Какая-то такая цена была. Я купила по баллам вот эти вот румяшки. И я не знаю, от них нужно будет избавиться, скорее всего. Мне не нравится упаковка. Она очень выпуклая. Конечно, многие девочки говорили, что это их никак не напрягает. Но мне не особо нравится. И я, наверное, могу посоветовать добавить лучше 59 рублей. И взять румяну в шариках. Румяну в шариках, пудра в шариках от Фоберлик. Просто очень классные. Для меня на первом месте вообще из бюджетных, наверное, будет Арифлэм. Они супер пигментированы. Хорошая стойкость. Они легко распределяются, тушуются, не пятнят. Они прекрасны. У Фоберлик же могут быть отдельные блестки. Имейте в виду. И, в принципе, качество чуть-чуть уступает Арифлэм. И в плане упаковки, количества. Но все равно они крутые. Если выбирать, например, между этим и этим, я посоветую именно все-таки в шариках взять. От этих я, скорее всего, буду избавляться. Что-то они меня прям раздражают. Я взяла по баллам. То есть за рубль они пришли. Слава богу, спасибо всем девочкам, которые меня отговорили покупать за свои деньги. Дальше я тут увидела 50% на вот эти парфюмерные воды. В моем понимании парфюмерная вода – это когда стойка. У меня был оттенок, какой оттенок, да. Ну, просто я их различаю голубой, розовый и зелененький. У меня именно зелененький был. Это арбуз и дыня. Дыня здесь ощущается очень ярко. Персик вообще не ощущал. И немного арбуза, да. Есть стойкость сейчас у этой воды. У меня закончилась она за неделю. Своих денег не стоит. Конечно, на меня очень сильно нагнали, что я засрала эти водички. Но цена не соответствует качеству. Сделайте более стойко, потому что здесь 10 мл, 10 мл, соответственно, 50 мл, вот как вот эти водички, это стоит 1000 рублей. За 1000 рублей получать стойкость час, и то, если делаешь 3-4 пшика, ну, это бред полный. Вот, поэтому имейте в виду, но вкусненько, конечно. Я уже посмотрела отзывы на вот эти гели для душа. Хотела уже каталога 2 назад купить, но очень были плохие отзывы в комментариях именно на гель с яблочком. Но когда я именно заказы просматривала, почему-то все остались им довольны, и вот этот Барбарис тоже многие хвалили. Посмотрим, будет ли цена еще дешевле, может появиться по баллам, потому что у меня гелей для душа много, я не тороплюсь, но хочу попробовать именно вот эти 2, они меня прям манят. Я яблоко вообще в косметике люблю. Я тут углядела набор емкостей в косметичке за 399 рублей. 99 рублей в фикс прайсе почти такой же набор, там только вот этого спрея с пшикалкой нет, но в 4 раза зато здесь дороже. Вот, поэтому зайдите в фикс прайс, если он есть в вашем городе, и не тратьте деньги. Косметичка, кстати, классненькая. И, по-моему, последняя закладка, да, я возьму концентрат пищевой, прессованный черника плюс. Уже несколько каталогов выглядываю. У меня просто сейчас работа за компом, у нас в университете приемная комиссия началась, я в ней сижу, к сожалению, и глаза просто помирают, потому что 3000 заявок на трех человек, это прям очень много, и мне надо, мне прям срочно надо, каталог я точно не пропущу. И заодно хотела бы услышать ваши отзывы по поводу вот этого концентрата. Это для ногтей действительно помогает. У меня просто ногти очень сильно слоятся, и они в последнее время стали очень ломкие. Несмотря на то, что я делаю гель-лак, но даже так умудряются они ломаться. Вот, поэтому хотелось бы как-то им помочь, что ли, здесь употреблять две порции в день, запивая водой. То есть ничего сложного. И здесь точно так же. Вот, поэтому буду ждать ваши комментарии. Здесь больше ничего не осталось. Товары для дома я пропускаю, потому что, ну, все есть. Я как-то больше в фикс-прайсе, наверное, привыкла покупать. Будет коллекция одежды. Весьма неплохая. Мне много здесь понравилось. Но цена, конечно, кусается. У Фаберлик часто бывают внутренние распродажи по одежде. И вот там я как раз-таки покупаю. Очень прикольные штучки. Когда-то я у них джемпер такой покупала себе, когда могла себе позволить детские вещи, потому что у меня рост 155. Я просто брала, по-моему, либо 159 у них, либо 160 какая-то размерность такая была. И детская одежда по качеству мне показалась лучше, чем взрослая даже. Вот. Сейчас я уже, наверное, ни во что не влезу. Даже если возьму рост больше, чем у меня. Вот. В общем, все прикольно, все классное. Были бы деньги. Вот так это мои планы. Буду ждать с нетерпением ваших комментариев. Напишите, пожалуйста, что будете покупать вы. Возможно, я что-то прошляпила. И я сейчас вспомнила, что я забыла показать вам еще одну помаду, которая будет последний раз представлена в каталоге. Я ее сейчас найду. Видимо, забыла поставить закладку. Да, прошу прощения. Мы еще не прощаемся. Это полуматовая губная помада овация 249 рублей. Хорошая цена. У меня просто есть оттенок 430-30, который редко был вообще представлен в каталогах. Его как-то разбирали, что ли на складах не было. И это помада, которая максимально приближена для меня к оттенку кофе с молоком 100% цвета и объема, который была раньше. Здесь просто сиреневинки поменьше, и она более плотная. Поэтому может казаться на некоторых губах не такой, как кофе с молоком. Но она мне очень нравится. Это, наверное, самый удачный нют у Фаберлик. Он холодный. И если вы искали такую помаду, обратите внимание, качество просто обалденное. Футляр, естественно, тоже крутой. Правда, здесь видны все отпечатки, но я думаю, это уже не важно. Здесь еще и зеркало с собой есть. Я еще покупала кофейный атлас. Кофейный атлас с краснинкой. То есть он такой теплый оттенок. И если вы хотите именно коричневую, красивую помаду, то обратите внимание на линейку «Бархатный сезон». Ссылку на это видео, как я уже говорила, я оставлю. Со всеми сводчами. И там, а может уже... А может и не говорила. Может я прошляпила эту страницу, я уже не помню. И там, наверное, 4 оттенка коричневого. Вот этот благородный шоколадный, пряный кофейный, привлекательный каштановый и чарующий шоколадный. Вот эти 4 оттенка. Из них, наверное, 62-й. Вру, какой-то был здесь оттенок. А пряный кофейный, он будет немножечко с рыжинкой. Не так, как на фото представлен. А вот из этих 3 шоколадных вы себе что-нибудь довыберете. Вот. Вроде все. Теперь точно все. Сказала, что хотела. Поставьте мне, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Пишите свои комментарии и отзывы. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok